Американский спортивный журналист Стив Ким в статье на портале ESPN предложил свое видение следующего поединка мексиканца Сауля Канела Альвареса против пяти потенциальных соперников, в число которых вошел и чемпион УБА в полутяжелом весе Дмитрий Бевол. Об этом сообщает allboxing.ru. Россиянин в последнее время не раз заявлял о готовности спуститься во второй средний вес ради боя с Альваресом или другим чемпионом мира в этом весе. По мнению Кима, у Бевола достаточно шансов на победу решением судей. Хотя он является одним из чемпионов мира в полутяжелом весе, Бевол и его команда сказали, что более чем готовы спуститься в весе, чтобы встретиться с Альваресом. 29-летний Бевол умелый боксер, очень хорошо умеет выбирать позицию на ринге и обладает парой сильных ног, которые позволяют ему сокращать и разрывать дистанцию с соперником. Как Бевол может победить Альвареса? У Бевола было несколько впечатляющих побед нокаутами, когда он стал известен американским поклонникам бокса, но затем он утвердился в таком стиле бокса, в котором он методично выигрывает раунд за раундом. Это не всегда зрелищно и захватывающе, но это эффективно. Возможно это тот стиль, который может создать проблемы Альваресу, который предпочел бы соперника и идущего прямо на него. Также у Бевола сильный удар слева, который бы постоянно беспокоил Альвареса с дистанции. Как Альварес может победить Бевола? Пока неизвестно, как Бевол поведет себя на большой сцене. Альварес годами выступает в крупнейших спортивных шоу, и он привык к международной аудитории в самых значимых спортивных событиях. С точки зрения самого боя Беволу необходимо быть более напористым, чем обычно, и не отдавать инициативу. В отличие от возрастного Сергея Ковалева, Альваресу противостоял бы более свежий боксер с меньшим пробегом. Для него было бы абсолютно необходимо сделать этот бой открытым. Чем больше будет действий в бою, тем более это ему выгодно. Чистый боксерский матч более выгоден Беволу, несмотря на то, что он от природы крупнее. Альварес показал, что он вынослив, у него крепкая челюсть, и он лучше Бевола на ближней дистанции. Он не может позволить себе вести бой на дальней дистанции. Прогноз – Бевол решением судей. Кто-то посмеется над тем, что можно лидировать в судейских записках в бою с Альваресом, но это тема для другой статьи. У Бевола есть все навыки и боксерский интеллект, чтобы избегать ловушек Альвареса, и у него достаточно ударной мощи, чтобы Альварес не забывал об этом. Чемпион УБА во втором среднем весе Калум Смит, Альварес досрочно в поздних раундах. Смит будет иметь успех в начале боя, выбрасывая множество ударов и попадая, но Альварес примет такой атакующий напор, найдет возможности для своих атак в атаках Смита и измотает его постоянными атаками в корпус. Чемпион WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес, Альварес близким решением судей. Бенавидес хорошо себя проявит, но тут есть, что сказать о выдержке и опыте. Уравновешенность и точность Альвареса приведут его к победе. Чемпион УБО во втором среднем весе Билли Джо Сондерс, Альварес решением судей. Удары Альвареса будут более тяжелыми и более значимыми, и Сондерсу не хватит последовательного атакующего напора, чтобы выиграть необходимое для победы количество раундов. Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайми Мунгио, в бою, который будет забавным, если не односторонним, Альварес остановит Мунгио в концовке. Хотя Мунгио покажет большое мужество и желание, разница в классе станет очень убедительной к середине боя.